вспомнил такая была еще написано книгу лина и опубликовано по моему в газете труд доли труд только в самольская правда то ли литературная газета почему-то было прям в газете пухлым таким вбросом сделано вот кто не поленится посмотрите называлась короче это не знаю то ли статья то ли книжка там не такая что пухлая но статья называлась она подался теленок с дубом или там пояснение как обустроить на россию и автор некий всем известный по дню ивана денисыча не денискины рассказы нет солженицын солженицын александр по моему исаевич вот так вот исаевич прямо прямо как это самое как прям производная от фамилии разведчика исаева только сложенец был конечно же не разведчик ну по крайней мере если разведчик то американский хороший ну вот и вот в этой штуке которая была написана им ли эта штука свое дело я думаю тоже сделала как этот архипелаг гулаг которые такие прошелся по мозгам прямо шершавом таким трактором бляха-муха не знаю как сказать чтобы всю полноту выразить а вот а вот зашел он не сразу в пол сон через один день его на денисовича и вот сквозь него уже через него он так читается легко и так достаточно страшно в общем-то ну как бы ничего но как бы ничего живут крестьянские мужики под дыгом злостного нквд вот но александр исаевич разбирался с его нерушимыми бляхомуха памятниками в видео в видео ссылочки дам я они в описании я просто свое время послушал ну уже с уже сам самостоятельно без всяких подсказок осознавший вообще что вот чтобы он описался с женицын это я годам сорока осознал что понаписал русский так называемый разведчик резун виктор который взял себе псевдоним виктор суворов и под этим виктором суворовом такие гвозди повбивал психологические в мозги что это тоже мама не горюй конечно тоже вот я с этим разобрался тоже где-то годам наверно к 40 поближе лет 38 даже раньше начал понимать ну как мне сказал мой друг и наставник степан андреевич это горит первые его распустили военные этого резуна но я тут эти которым оба о том самом опусе который бодался теленок с дубом я думаю многие прочитали один день ивана денисыча в свое время менее из тех многих прочитали архипелаг гулаг и архипелаг гулаг прочитал лет в 14 меня это оказало вообще поразительное действие страшное действие я бы сказал в новом мире это было опубликовано в четырех номерах как сейчас помню рядышком где-то на той временной коле с леонидом габышевым атлян или воздух свободы вот так это было оформлено каком издании но кто читал тот же а для может понять да кто не читал кстати рекомендую это роман такой про малолетку малолетка такая была самая страшная такая для малолеток было а для на не буду ничего рассказывать кому надо почитать так вот вот в этой же штуки был оздан издан новом мире был издан архипелаг гулаг 4 дома а для на левую свободу ему хватило по моему всего два издания но и там поменьше архипелаг гулаг он прям плотненько шел так вот бодался теленок с дубом потом появляется газете говорю союзного значения и это было нечто я вот тогда тоже начал читать это пробовать своим юношеским мозгом прорубаться я читаю как-то вот мне так показалось написано я читаю я тогда не понимал я думал что я туповатый читаешь и как будто предложение прочитал следующий читаешь будто не читал первое что-то такое вот так же вот депутат от партии ноды но я всегда с но 32 путал с антивирусом евгений федоров вот так же он он помню прогружал там тоже ребят собрал пенсионеров и давай им короче чесать а те такие чесать там всякие умные вещи что там типа нас предали советский союз распался мы сами его предали а царь молодец ну какой-то шляпу вот так гладко короче излагает его бы там вот всякие базар его 90 по фене равных бы не было ну наверное там и тренировался хотя достаточно молодо выглядит но чего только деньги не делают внешности хламона хламоном до костюм отдел личности и там он тоже читал он им рассказывать я думаю что они носом клюют а я прослушал там буквально секунд 30 тоже носом клюют это надо же вот такой зомбаш четкий вообще вот так вот надо умудряться работать ну это вот такая вот хитрая такая феня как можно вот так заплести и такие политики в общем-то они на вес золота они у нас даже ну в любой вести есть такие которые могут говорить говорить вроде бы по сути они о чем и ты в конце концов такой вроде все понял ну ни хрена не понял подался теленок с дубом или как обустроить нам россии пишет нам из-за границы блин старый добрый еврей которого бляха муха бедного незаслуженно осудили ссылку почитайте насколько незаслуженно посмотрите видео коллег по ютубу моих вот посмотрите посмотрите и вы найдете отражение того того что была запущена какую ненависть он же своими вещами формировал когда читали тоже запущенный вброшенный советский союз протоколы но это вот протоколы тоже все это посмотрите все это в комплексе примере и тогда вам собственно наверное станет понятно в какую сторону вообще направлены на чего концепция общественной безопасности для того что мир там где-то на западе то война здесь а если мы упреждаем военные действия и не даем все перегибы на местах все перегибы в головах чиновников которые не догоняют чего-то и свои недопонимания называющие так это ваши хотелки желание просто жить нормально чтобы выполнялась пополнялись обязанности выполнялся устав короче уставы есть везде и они должны выполняться он не то чтобы устал устал как форма усталости до физически окисление мышц и так далее тут у нас не тетради громши просто рекомендация почитать подался теленок с дубом и еще то может быть некоторые интересные вещи или которые покажутся вам интересными но которых не слышали но так что ссылочки размещу под видео всем пока пока разговоры на улице возвращение